Очень много людей, молодых, особенно подростков, которые ищут себя. Они читают книгу про йогов, про цигун или смотрят видеоролики, в основном рекламные. Там такие моменты написаны, что йоги многолетней практикой, самосовершенствования, добиваются необыкновенных возможностей, достигают просветления, нирваны. И вот я показываю методику ключ, когда можно просто там, ну как кажется, просто, потому что на самом деле это просто для данного человека, а для другого надо подобрать эти действия у каждого свои. Именно за счет того, что эти действия индивидуальные, абсолютно подходящие каждому из нас, каждому подходящие действия, они снимают быстро лишние напряжения и стрессы выводят на состояние той же самой нирваны. Если человек был в каком-то сильном напряжении и стрессовом, и он вышел на это состояние покоя, у него такой взрыв эндорфин, он там чувствует наслаждение, такое состояние, хочется обнять Вселенную, такое просветление, такая любовь, такое вот ко всему отношение. Никаких у него там комплексов, никаких там стрессов, страхов, стереотипов, никакого самоутверждения, сплошная любовь, удовольствие, счастье. Вот это как бы ассоциируется с нирваной, которой можно многолетней практикой добиваться. Ну и нирвана-то вообще-то на самом деле есть философское понятие нирваны, а есть понятие практическое, но практическое понятие надо понимать, что вот человек, например, который точно так же сбросил стресс, когда он преодолевал препятствия какие-то, ну там пускай внутренние препятствия или внешние, например, бегун. Бегун бежит, 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 напряжение растёт, 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 и в какой-то момент он преодолевает пик напряжения, выходит на состояние свободного сознания, такой лёгкости, и бежит, и бежит, и может уже обижать всю планету. Вот это состояние лёгкости, состояние, на самом деле, то же самое нирвана. Только люди иногда не понимают, это я специальными исследованиями провёл, что оказывается и при психоанализе, когда человек в какой-то момент освобождается от груза эмоций, впечатлений, проблем, в этот самый момент у него происходит просветление. Да, и это во многих случаях в жизни, и когда девочка так задумалась на уроке, и от всего отрешилась, она тоже в нирване. Но Будда-то вызывала это в желаемый для себя момент, а бегуну нужно бежать, а другому человеку плавать, он в плавание ходит, в ритм, например, и там тоже возникает состояние, когда он двигается автоматически, плывёт бесконечно, голова становится тоже пустая. Вот это состояние пустоты, свободы, состояние свободного сознания, вот это состояние, когда ты не занят рутинным реагированием на всякие сигналы, когда ты выходишь как бы за рамки этой реальности, и тебе становится так необыкновенно легко и хорошо. Но это же состояние называется в Европе, например, психическая релаксация. Не релаксация, как мышечная, а психическая, это и есть освобождение. Просто это же самое нирвана у нас постоянно встречается в разных случаях жизни, называется по-разному, и мы просто этого не понимаем. Потому что когда мы читаем книги, ещё будучи непосвящённые, что это такое, про йогов, которые левитируют, там какие-то необычайные возможности, которые человек может добиваться. Но мы это делаем с помощью упражнения «Полёт», с помощью ключа. Тоже человек летает, у него такое ощущение лёгкости, может овладеть Вселенной. Упражнения «Полёт» при подборе наиболее доступных тебе упражнений, где не надо тебе столько лет тренироваться по йоге и так далее. Но если тебе уже хочется именно как йоги соблюдать диету, именно менять образ не только жизни, но и мыслей, вообще превращаться в йога, или дзен-буддиста, или там, не знаю, если хочешь менять свою личность, пожалуйста, занимайся многолетней практикой. Но если ты хочешь добиться этих высот, если ты к этим упражнениям логическим, медитативным, даже просто к физкультурным, добавишь элементы метода ключ, раскрепостись с помощью них, поскольку это тебе наиболее доступны простые вещи, это даже ленивых хорошая находка, которому вообще ничего не хочется делать, особенно многолетняя практика, вот эта не нужна. Он ленивый, ничего не хочет делать, но если он хочет всё-таки дать себе какую-то точку опоры, немножко стать активной, там же подбор действий, которые тебе соответствуют. Ленивый ты, делай лениво, никакого напряжения там нету, и выйдешь всё равно на это состояние. Если до этого был сильный стресс, у тебя будет сильная нирвана, это на контрасте. А если ты был в обычном состоянии, ты делаешь упражнения ключа, и никакой разницы особенно не чувствуешь, потому что секреты в контрасте. Это уже мои исследования, никакой книги про йоги это не напишут. А если ты занимаешься йогой, цигун, добавляй туда ключевые упражнения, и высоты этой йоги ты будешь достигать гораздо быстрее.